Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Наступают долгожданные выходные и лето в самом разгаре. Как провести время насыщенно и интересно, я расскажу прямо сейчас. В музее галереи «Заварка» начинает свою работу новая выставка «Было-не было». Она посвящена сказкам Самарской Луки. Кураторы изучили фольклорное наследие по Волжье, сборник Дмитрия Садовникова «Сказки и предания Самарского края», который был издан в 1884 году. В нем сказки отсылают читателя к вымышленным событиям, а былички и легенды претендуют на достоверность. Поэтому их рассказчик представляется свидетелем события. Отсюда и название выставки «Было-не было». Сказки на выставке представлены через инсталляцию волшебной предметы быта. Былички иллюстрируются портретами их главных персонажей – потусторонних существ, включенных в народную демонологию. Легенды, виды межугулевских гор и историческими персонажами, представленными в сборнике. Иллюстрации к текстам сборника создали самарские художники, а научные сотрудники музея постарались сделать все, чтобы вы смогли по-настоящему оценить фольклорное наследие Самарского края и почувствовать себя главными героями представленных произведений. В музее Эльдара Рязанова проводят интерактивные занятия для детей в рамках проекта «Сказочный июль». Темой занятия в это воскресенье станет сказка «Конек-горбунок». На нем юные посетители создадут самодельную книжку и узнают, как написать собственную сказку. Начало мастер-класса в 11.00. А в 12.00 гостей ждет показ фильма «Конек-горбунок» режиссера Александра Роу. Кинотеатр «Под открытым небом Филин», расположившийся на четвертой очереди набережной, опубликовал программу на выходные. В субботу покажут фильмы «Формула любви» и «Титаник». В воскресенье – детский день. Зрители будут радовать мультфильмы «Трое из Простоквашина», «Илья Муромец» и «Соловей-разбойник» и фильмы «Королевство кривых зеркал» и «Хроники Нарнии». Подробнее ознакомиться с расписанием кинопоказов вы можете в группе «Самарской набережной» ВКонтакте. Если вы неравнодушны к русской литературе, то загляните в библиотеку имени Надежды Крупской в это воскресенье. 14 июля там пройдет литературный вечер, посвященный Ивану Бунину. Гостям встречи предлагают переместиться в неторопливый уклад жизни дореволюционной России, в умиротворение просторов поэтической прозы романа «Жизнь Арсеньева». Именно с этим произведением связывал Бунин присуждение ему первому из русских литераторов Нобелевской премии. Интересен роман еще и своими автобиографическими мотивами. Вас ждет знакомство с первыми главами книги и интересное общение с увлеченными людьми. Начало в 18.00. Вход свободный. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова